а хочу говорить очень актуальные вещи что-то я из мест писаний проповедовал то что буду говорить а что-то я не проповедовал но возьму сегодня конкретную тему которая ну я так думаю что она вообще очень актуальна и это видно в повседневном разговоре с верующими это видно в ежедневной борьбе и я думаю что это одна из причин почему мы не до конца живем полноценной счастливой наполненный богом жизнью потому что я все таки верю что наслаждаться господом можно уже здесь и сейчас они только на небе верится но игорь величка еще кто-то верит скажи аллилуйя похлопаем вадоши если ты веришь а сегодня я бы хотел поговорить о природе бога и о природе дьявола и затронуть конкретную черту или конкретную характеристику я не знаю как сказать и грамотно скажу неграмотно стержень господа и стержень дьявола да их много у дьявола несколько стержней один из них гордость я сегодня буду говорить не о гордости но вот именно природу именно характер именно атмосферу я думаю что в писании говорится что у зрелых людей у зрелых христиан навыкам приучены различение добра и зла да то есть по сути я думаю что один из признаков зрелости верующего человека есть способность различать духов способность различать божие от небожьего способность различать потому что очень часто а под голосом божьим может приходить и не божий голос и вообще как бы писание нас вообще направляет на эти вещи да апостол иоанн говорит что духа божия и духа заблуждения узнавайте так то есть значит что можно запутаться среди бога среди духа божьего и среди духа заблуждения да и мы должны понимать что нам нужно научиться различать видеть и разбираться прочитаем два местописания для начала очень важный во первых это книга откровение 12 глава 10 стих книга откровение 12 глава 10 стих и услышал я громкий голос говорящий на небе ныне настало спасенье силой царства бога нашего власть христа его потому что низвержен клеветник братья наших клеветавший на них перед богом нашим день и ночь и так Итак, мы понимаем, что здесь говорится о дьяволе, и в откровении он вообще предстает перед нами в разных образах, в том числе как дракон, и мы можем также сказать, что это и есть антихрист. И здесь дается такая характеристика, дьявол клеветник, и он клевещет день и ночь, и очень странно написано, да, и мы будем пытаться найти иллюстрации библейские, почему-то написано, что он клевещет перед Богом. То есть мы знаем в истории, что сатана был низвержен Господом, но, понимаете, он был Люцифер, он ангел, и именно этот ангел иногда, ангел тьмы, иногда предстает и принимает образ, как в Библии написано, ангела света. И вот в этом, наверное, и вся суть, что, может быть, если бы как-то изначально Ева в саду понимала, с кем имеет дело, наверное, все было бы по-другому. И вообще есть пути, которые человеку кажутся прямые, а конец их путь смерти. Я вот уверен, что когда мы падаем, когда мы заблуждаемся, когда мы приходим к какому-то плохому концу, вот никогда никто этого не хочет. Более того, никогда никто и не думает, что так будет. Более того, нам Бог часто, люди, ангелы, в конце концов, нас пытаются предотвратить, пытаются нам сказать какие-то вещи, а мы все равно останавливаемся. Мы все равно останавливаем этих людей, этих ангелов, Бога голос, и не останавливаемся в своих каких-то странных путях и так далее. Поэтому, когда мы приходим к какому-то не совсем тому финалу, который бы мы хотели, мы начинаем разочаровываться, и мы разводим руками, и говорим, как же так получилось. Потому что очень часто мы думаем, что нами двигал Бог, а получается, что не Бог. Вот думаю, что одна из, вообще, если возвращаться к зрелости, нужно сказать, понимаете, мы верующие, мы верим в Бога. Мы поклоняемся Богу, мы не поклоняемся дьяволу, но верующий человек, это человек, который понимает сущность духовного мира и понимает и весь Новый Завет. И вся Библия говорит нам не только о Боге, но говорит о дьяволе. И будем позже читать, что дьявол, как рыкающий лев, он есть. И вот то, что мы можем прочитать во втором месте Писания, это книга Захарии. Есть такой малый пророк в Библии, и книга Захарии, 3 глава. И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. Вот тут вот два важных момента. Везде, где есть ангел, везде, где есть какое-то Божье действие, стоящее перед ангелом Господним, вот почему-то тут же сатана. И как бы достаточно, может быть, это не совсем вмещается в наш разум. Потому что есть еще два места Писания, где мы видим, что такое чувство... Понимаете, мы должны понимать, сегодня не библейская школа, я не хочу сейчас разводить какую-то здесь теологию. Но Бог не создавал дьявола, но Бог создал ангела Люцифера. И так, как Бог от своих никогда не отказывается, то до последней минуты, пока этот вот самый не будет низвержен в озеро Огненное, а в откровении написано конкретный финал, финиш дьявола, но это еще сейчас пока не финал. То есть мы пока с вами все еще живем в том времени, когда дьявол еще не низвержен в озеро Огненное. И я так думал, когда только покаялся, я не понимаю, что значит стоит, значит, здесь Иисус Великий Иерей и перед ангелом Господнем, и тут же сатана. И сразу возникает еще два вопроса, да? Это уже небезызвестный Евангелий Луки, 22 глава, где Иисус обращается очень неожиданно к Петру и говорит в 31 стихе «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Вообще возникает вопрос, кто такой сатана, что он просил, и кто его вообще спрашивает, и почему Иисус вообще, почему Бог не игнорирует то, что говорит сатана? Сатана. Более того, сатана просил сеять вас, но он не просил, чтобы Иисус сеял, да? То есть все-таки как бы все приходят к выводу, что это сатана-то и просил, сатана-то и просеивает. И где-то мы понимаем, что если он просил, значит, должно быть некое позволение Бога все-таки. Это достаточно сложные вопросы, потому что Бог не искушается злом, и сам никого не искушает. Почему же он тогда позволяет Богу просеивать? И, конечно, я немножко пока запутываю, чтобы распутать попозже, и, конечно, сразу вспоминается еще одно, как бы даже не местописание, а тут целая книга тоже достаточно, ну, на мой взгляд, может быть, и не до конца понятная, потому что тоже возникает ряд вопросов. Вообще, с какой стати, опять, знаете, с какого вообще, с чего бы я сказал вообще позволения опять здесь, на этом месте? И это, давайте откроем книгу Иова, и мы тоже сейчас с первой главы будем читать. Нет, со второй главы, со второй главы, вторая глава, и волнует меня. Нет, так, сейчас посмотрим. Да, да, первая глава и вторая глава. Первая глава, шестой стих. Был день, когда пришли сыны Божии. Вот это вот все, что начиная с личности Иерии Иисуса, там много вопросов, кто это вообще, что, говоря о сынах Божьих, знаете, столько теологии по этому поводу, и мне вот это все никогда не интересно. Мне интересна сама суть. Вот, поэтому я знаю разные взгляды, кто такие сыны Божьи, и что там за сыны Божьи входили к дочерям человеческим, что там из Полины стали рождаться. Вообще, книга Иова, она находится после Есфири, но историки как бы считают, что как раз это было очень древнее время, потому что как раз Иов говорит о Левиафане, и о Левиафан это, скорее всего, есть некий прообраз ящера, динозавра. То есть это древнее время, что, вероятнее всего, могло быть вообще еще до Ноева потопа. Это одна из версий, да, то есть разные моменты. Но вот книга Иова, она после Есфири почему-то помещена в нашей Библии, знаете, в разных переводах бывает по-разному. В английской Библии послания короткие Иакова и Иуды вообще почти в конце перед Откровением написаны. Поэтому эта последовательность не совсем важна. И вот интересно, что был день, когда пришли сыны Божьи, и об этом также говорится о сынах Божьих, вот как раз бытие. То есть это, скорее всего, было очень древнее какое-то время, какие-то сыны Божьи. Вот я скажу какие-то, потому что до сих пор так и никто не ответил на вопрос, какие, потому что кто говорит, что это ангелы, кто говорит, что это, скажем так, определенный человеческий род. Вот, ну, мне кажется, это вообще не важно. То есть место действия – Бог и его обитель. И там есть люди, которые вхожи к Богу. Ну, и в данном случае это сыны Божьи. Они предстали перед Господом, между ними пришел сатана. Помню, первый вопрос у меня был – а что его туда пустили? Вот знаете, вот это вот такая человеческая природа – не пущать, запрещать, дать в глаз. И поэтому меня возмущало, я скажу честно, что вообще эту сатану пускали? Почему Иисус говорит, что сатана просил? А кому вообще интересно, что просил сатана? И почему он стоит по правую руку, заметьте, от Иерея Иисуса? Хоть бы по левую стоял, хоть. Козлов туда поставят по левую, он по правую. В общем, много вопросов было у меня всегда. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? Разговаривать с ним стал? Не взял его так, вот так вот, как мы бы так с вами сделали, как мы с вами делали в 90-е, помните? Боже мой, куда мы сатану только в 90-е не отправляли? Туда, куда, в принципе, не бывает. Что мы только с ним не делали? Слава Богу, что во Христе Иисусе. Потому что вне Христа Иисуса сатана – это очень коварная, очень сильная личность. Друзья мои, сатаной нельзя заигрывать. И только во Христе Иисусе мы имеем силу и власть. Во Христе Иисусе не наша. И, конечно, я думаю, я скажу так, недаром харизматическое движение всегда верило в благодать. Много на харизматах благодати. Не было бы благодати, я не знаю, что бы с нами в принципе было. И вы понимаете, вот тут вот какая-то происходит недооценка вещей. Мы не понимаем, что духовный мир реален. И мы заигрываем иногда с какими-то вещами, не понимая, что дьявол, а дьявол-то не играет. Вот почему вы не задумывались, это факты, вы сами знаете, что это так. Вы не задумывались, что люди, которые когда-то ходили в церковь, а потом возвращаются в мир, которые отступники. И сколько раз я говорил, да, что они начинают грешить так, что нормальные неверующие так не грешат. Такое чувство, что им надо компенсировать за несколько лет то, чего им греха не додали. Дети верующих родителей ДВР, которые сами-то неверующие, в миру иногда ведут себя так, что дети неверующих родителей удивляются, говорят, у тебя что, крышу сорвало? И знаете, это все не просто так. И, конечно, где-то многие, они все-таки живут с точки невозврата, где-то это грань вот этого фола, когда я вижу, что сатана, если вдруг каким-то образом завладевает человеком, и человек все-таки отступает, вы заметили, сатана не дает много времени человеку. И посмотрите, люди погибают. Люди погибают, которые пришли когда-то к Господу, отступают, и они погибают, они умирают. Но много людей, много бывших наркоманов, которые опять стали наркоманами, и которые опять отступили, и много умерло людей от передозировки, от всяких вещей. И, понимаете, и здесь даже не до шуток, вот если честно, мне даже здесь не хочется шутить, потому что мы недооцениваем иногда вот эту ситуацию, что, ребят, и если вы когда-то по каким-то причинам уходили от Бога и жили в состоянии отступничества, и по великой милости и благодати вы сегодня вернулись, сто процентов есть обетование, праведник семь раз упадет и поднимется. Но я хочу сказать, нужно еще иметь достаточно благодати, чтобы подняться, потому что почему-то не все поднимаются. И я скажу так, у Бога нет этой проблемы нас поднять. И вот здесь вот начинается, как бы, собственно говоря, и тема моего повествования сегодня, что есть определенное понимание характера Бога, а есть характер дьявола. И мы видим это вот именно вот в Иове, когда речь, заговор шел против Иова, сатаны, и мы видим это в рассказе Иисуса Христа, когда он обращается к Петру. Итак, он говорит Петру, все сатана просил сеять вас в пшеницу, потому что сатана знает, как никто, наши минусы. Сатана – это кто? Это очень серьезный прокурор, это обвинитель, обвинитель. Итак, природа сатаны – это обвинение, природа сатаны – это клевета. И природа сатаны – это нас обвинять, но сатана никогда не обвиняет на пустом месте. То есть, хоть его и называет дьявол, хоть Библия называет его дьявол, как клеветник, как клевещущий, при этом я хочу сказать, что сатана ничего не делает на пустом месте. Почему он просил сеять учеников как пшеницу, и почему Иисус Христос говорит именно после того, когда ученики спорили, кто из них больше, там написано, между ними был спор, скорее всего, между ними там была какая-то драка. Кстати, вчера говорил это в церкви в Белово. Представьте, когда это произошло, когда они поссорились по сопричастию. Понимаете? То есть, после этих слов Иисус говорит Петр, так поэтому сатана и просил сеять вас как пшеницу, потому что у вас же столько мусора, ребят. Мы же сегодня Господу руки поднимаем, а в сердце имеем очень много проблем. И вот здесь нужно понять и разделить, что все проблемы в нас, первая мысль, все проблемы в нас. И если ты сегодня переживаешь какие-то проблемы, если сегодня что-то в тебе, то это не потому, что тебе не повезло, и ты родился не в той стране, и тебя родили не те родители, и не такой папа, нужно было, чтобы сосед родил, и ты не с теми друзьями связался. Это все ерунда, все проблемы в нас. Но дальше я хочу идти именно к теме, к теме, той теме послания, которую я сегодня хочу донести, что мне важно, я уже немножко касался, я сегодня хочу больше сказать, важно позиция или реакция, реакция и мнение сатаны на этот счет и Бога. Потому что у них совершенно разная природа. Иисус, Он знает, что Петр от Него отречется и предаст Его. И Он не говорит ему ничего негативного. Господи, если бы я знал, что меня кто-то предаст, сколько бы я этому человеку всего наговорил? Нет, ну вы бы нет, вы святые люди, я же про себя сейчас. Идет исповедь пастора, нормально, 15.09. Правда, тишина какая-то в зале, ну ладно. Если бы мы знали, какое зло придет от нас, мы бы, наверное, себя оправдали. А если бы мы знали, какое зло придет от ближнего, ну мы бы, наверное, с ним разобрались. Помните это служебный роман? Вы знаете, я не собираюсь уводить ваших подруг или жениться на вашей подруге. Я говорю, а у вас это не получится. Стой минут, и я уничтожила всех своих подруг. Ну там подруга увела ее жениха. Это наша природа. Разбираться с врагами. Тишина какая-то в зале, мне аж страшно. Точно проповедь, не актуальная. Разбираться с проблемными людьми, не с проблемами. У нас же как? Нет человека, нет проблемы. Все очень просто. Советская номенклатурная система действует до сих пор. Мы не можем разбираться с людьми. Божья природа не разбирается с человеком. Божья природа разбирается с проблемой. Вы знаете, друзья мои, если у нас сегодня полцеркви напуганных, откуда-то сбежавших людей, ну не проблема меня как пастора. Я не рождался в такой церкви, где уничтожают людей. Поэтому, соответственно, я и церковь такую несу. Но как много, как я устал за последние лет 8 доказывать, что я не слон. Я уже даже похудел для этого, чтобы никто не думал об этом. Но, друзья мои, мы должны понять одну вещь. Есть религиозная природа, есть церковные всякие элементы, а есть законы Божьего царства. В Божьем царстве царствует Бог. В демоническом царстве царствуют демоны. А кто царствует в этом мире? Написано, князь мира сего. А кто? Тот же дьявол. Вы скажете, я не был в царстве дьявола, я не был в царстве Божьем. Но ты жил в этом мире. Если ты жил в этом мире, ты пропитался философией, законами этого мира. А за этим миром стоит князь мира сего, Сатана, который уже осужден. Одна из характеристик дьявола – это обвинение и осуждение. И вот понимаете, мы должны здесь понять одну вещь, что Бог ненавидит грех, но Он не судит наш грех. Суд будет, все судом будет нормально. Но Господь конкретно пришел не обвинить этот мир, а спасти этот мир. И вот эта природа Бога напрочь отличающаяся от демонической тем, что Бог-то знает наши проблемы. Иисус, Он мог бы просто положить Петра на лопатки. Я представляю, насколько глупо, насколько вообще неистово выглядел, насколько вообще странно выглядел Петр в глазах Иисуса. И я думаю сегодня, как человек, что бы я сделал с этим Петром? Мало того, что оно собирается от меня отречься, оно мне сейчас еще объясняет, чувствуете, у вас заграло, да? Вот наша человеческая природа, от кого, с какого она вообще мира? Что оно мне еще объясняет, что оно за мной пойдет везде, и в воду, и в огонь, и на смерть. Но Иисус только с любовью сказал, Петр, замолчи. Он даже так не сказал, это бы в моей режиссуре Он так сказал. Он сказал, говорю тебе, Петр, не успеет петух даже до реми фасоли оси до распеться. Ну, это так, для группы прославления, чтобы поняла. Петр, ты уже от меня откажешься. И все. Поэтому, он говорит, Петр, Сатана просил вас сеять в тебе столько наносного. Понимаете, мы не знаем нашу веру. Чтобы понять нашу веру, надо попасть в экстремальные ситуации. Наша вера проявляется в день злый. День злый – это огонь, который приходит, поедает все и проверяет, на чем мы строили. Когда мы сидели в церкви, такие хорошие, румяные, красивые, приглаженные. А там уже все без ретуши, там уже все без фальши, там мы естественные. Война, обстоятельства, нищета, бедность, предательство людей, смерть близкого человека. И резко все, резко. Мы парочку смертей пережили в церкви, парочку. И как-то раз уже, и вот в этот день смотришь, как церковь более натуральная. Она как-то больше в натуральную величину. Ты как-то больше понимаешь, как говорил первый президент Советского Союза, и последний, кстати, что кто есть кто. Только он зачем-то сказал по-английски, у него не получилось. Получился почти мат. Но действительно, наша подлинная сущность, наша человеческая природа открывается тогда, когда нас сеют. Открывается тогда, когда нас сеют. И заметьте, Иисус не ставит обвинительного приговора. Он не говорит, закрой рот, Петр. Петр, ну как вы бы не сказали, вы люди святые, я бы так сказал. Вы люди сдержанные. У нас эмоциональных в церкви только два человека. Пастор и пастор. Два рукоположенных пастора. Остальные подумают, может не надо пока рукополагаться, а то такие эмоциональные. Это очень смешно на самом деле, потому что я вижу, что некоторые люди, они настолько эмоциональные, но они только сейчас наконец-то открываются. Знаете, когда человеком идешь и говоришь, слушай, я от тебя такого не ожидал. Да я от себя сама такого не ожидала. И действительно, мы не можем. И Петр, давайте скажем так, но не хотел Петр предавать. Не хотел. То есть получается страшная вещь, это мы себя не знаем до конца, а друг друга-то мы вообще не знаем. И то мы не можем принять даже хорошее, что мы себя представляем. А Бог, Он знает все плохое в нас. И те мысли, которые никто не знает. Есть мысли, которые жена знает, а есть мысли, которые даже жена не знает, давайте честно. Есть мысли, которые даже муж не знает. Опять тишина, опять неактуально. Есть мысли, которые никто не знает, а Бог знает. И какая природа, какая реакция Бога? С одной стороны, Бог не позволит быть ничему нечистому. Бог – это огонь поедающий, однозначно. Но мы говорим сейчас, во-первых, прежде всего, что здесь речь идет об Иисусе. И часто немножко это тоже, это высосанное из пальца учение. Иисус такой добрый, а Бог такой, значит, кровожадный. Но мы в Иове видим другое. Мы в Иове видим, что, зная Иова, а у Иова, я не знаю, какие там были вещи, но написано в пятом стихе, это первая глава Иова, там написано в пятом стихе, что дети перы кутили, четвертый стих, Иов посылал за ними, освещал их, вставал рано утром, вознесел всесожжение. Было видать, за что всесожжение приносить. Было видать, что. И смотрите, Бог обращает внимание сатаны и говорит, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Всегда в Библии Бог ищет человека, через которого бы мог он действовать, которого бы мог он доверять. Искал он человека, который бы стал в проломе, искал бы человека, который бы позволил принять ангелов, искал человека, через которого бы пришел Бог на эту землю, через Марию, девушку. Бог всегда ищет людей, через которых бы он хотел действовать, учеников, которые бы сегодня пошли до краев земли, и так далее, и так далее. И посмотрите, но сатана начинает свою обвинительную речь. Сатана Иова судит. Разве даром богобоязен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук. Ты благословил. Десятый стих. Первая глава. Распространяется. Ты благословил. Стада распространяется по земле. Хух. Я бы так жил. Но простри руку твою, коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И вот тут вот дальше опять нашему человеческому разуму, а я сейчас говорю с позиции младенца, когда я только пришел. Первый был вопрос. С какого перепугу сатану пустили? Второй вопрос. Я еще был с Одессы, поэтому оборот вопроса был вот именно такой, как я сейчас вам говорю. Второй вопрос. И сказал Господь сатане в 12 стихе. Вот все, что у него в руке твоей. То есть бери его, только на него не простирай руку. То есть можешь коснуться его имущества. И отошел сатана от лица Господня. У меня был второй вопрос. Вопрос младенца. Как Бог мог это позволить? Почему он это позволил? Почему он это позволил? Он касается имущества сатана. Тут все пропадают. Вот, в общем, ослицы, отроков поразили мечом. В общем, мало кто спасся. И во второй главе опять начинается. Это как в сказке вообще. Если вы посмотрите по стилистике, ну сказка. «Был день, когда пришли сыны Божии». Повторение вот это есть в сказочном фольклоре. Вторая глава. «И предстать перед Господом, между ними пришел сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» Уже был этот вопрос. Ну сказка. «И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего иова?» Я не называю ни в коем случае Библию сказкой. Я говорю о том, что есть некая манера повествования. И она, знаете, она для меня отражает, что ну очень старая книга и очень древнее было время. Но интересно, что Господь как будто нуждается в Иове. Знаете, Бог сегодня очень сильно нуждается в нас. Вот этот вот баланс, что Бог – это Бог, но на земле Он действует через людей. И людей создал, и им все передал. И все равно Христос родился через человека. И Христос – это Бог в человеке. И Бог умер для человека. И мы сегодня любим Бога. Если любим Бога, то любим человека. Это бесконечный момент. Потому что мы должны понять, что Его природа – это любовь к человеку. И Псалом 8, я думаю, уместно его сейчас, его пока можно оставить. Значит, Псалом 8, я его очень люблю. Мне нравится 8 Псалом. Он говорит о важности человека. Он как бы удивляется, псалмопевец Давид. Он говорит, когда я взираю, 4 стих, на небеса твои, дело твоих перстов, на луну, звезды, которые ты поставил. Ты такой великий Бог. Ты там из уст младенцев и грудных детей устроил хвалу. Твое имя величественно по всей земле, 2 стих. И он искренне спрашивает. Может быть, он написал это после того, когда он согрешил очень сильно и был прощен Богом. И, может быть, после этого вообще. Я не знаю, что, когда он спрашивает. Он говорит, ну что, что есть человек, 5 стих, что ты помнишь его. И сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его перед ангелами. То есть ангелы, казалось бы, такие духовные существа, но ты немного умолил его. Славу и честью венчал. Поставил владыкой над делами рук твоих. Положил все под ноги его. Про кого он здесь говорит? Про Христа, про человека. Мы на человека не смотрим так, как Бог. Вот проблема. Вот это вот плотское человеческое мирское сознание, когда мы смотрим на человека глазами мирской системы. А кто стоит за мирской системой? Сатана. Чьими глазами мы часто смотрим на человека? Глазами обвинителя. Глазами судьи. Глазами клеветника. Мы очень быстро разбираемся со своими проблемами. Мы их оправдываем моментально. И вы понимаете, это очень актуальный момент. Потому что Бог... А Давид, он имел Божью природу. Вот Давид при всей своей косячности, это человек благодати. И он пережил благодать и прощение в своей жизни. Поэтому он говорит, после падения, после всех этих вещей, он говорит, я вообще не понимаю, за что ты нас, Господь, терпишь? Вы знаете, одна из проявлений зрелости нашей, когда мы перестаем смотреть на людей глазами этого мира и парадигмы этого мира, и когда мы начинаем верить в людей верой Бога, и мы, когда отказываемся от этого состояния обвинения, клеветы, фактов, аргументов, а любовь, она отвергает факты, она отвергает аргументы. И она что делает? Она верит. Она верит, и она способна преобразовывать. Если бы по фактам, по аргументам, кто бы из нас здесь сидел сегодня, поклонялся, говорил, я праведник, я прощен Господом и так далее. Итак, вот это природа Бога, да, это... Потому что Бог возвеличил человека. Он все сделал для него. И интересно, почему он и говорит, мы возвращаемся ко второй главе Иова, он говорит, и сказал Господь Сатане, третий стих, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла, доселе тверд своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его без вина». И отвечал Сатана Господу и сказал кожа за кожу, «А за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть. Но простри руку твою и коснись кости его, и плоти его, и благословит ли он тебя?» И сказал Господь Сатане, вот он в твоей руке, только душу его сбереги. И отошел Сатана от лица Господа, и поразил Иова, проказы лютые, подожвы ноги его, по самой теме его. И все, больше мы ничего не видим, никакие Сатаны больше никуда не приходили. И следующий момент, когда мы слышим, что Сатана что-то опять просил, это опять Евангелие Луки. Мы видим еще один эпизод в Библии с Сатаной. Кстати, Сатане не так много, слава Господу. Место дается, то есть мы видим в книге Даниила, там говорится о том, что Сатана противостоял, и там ангелы всякие, эти не ангелы, эти все, как мы говорим сегодня, территориальные духи противостояли, то есть это воинство демоническое противостояло. Еще мы видим одну ситуацию, когда Сатана приходит искушать Иисуса Христа самого, да, в пустыню, и мы видим, что Господь отразил его трижды, и опять Сатана ничего странного не говорил. Он даже по Писанию говорил, написано, ногой не притнешься, а камень твой. Понимаете, давайте договоримся, что Сатана, он не говорит байки, мы люди с вами больше байки говорим, чем Сатана. Сатана очень хороший юрист. О, хватанул. И артист, и юрист, и режиссер, Сатана, все. Три профессии, связанные с Сатаной, удивительно вообще. Новое открытие. Так не будем называть проповедь, ладно. Уйди, Сатана, из моей профессии. Ну да, если решить, что театр родился вообще на культовых праздниках, то, конечно, он далек от демонического действия. Но вы знаете, лучший прокурор – это Сатана. И если кто-то смотрел «Адвокат дьявола», я его смотрел только один раз, но финальные слова, тщеславие, любимый мой грех, любимая моя проблема, или как он там говорит, я не знаю, но дело в том, что могу сказать вам одну четкую вещь, что когда Сатана начинает нас обвинять, он не обвиняет ничего на пустом месте. И вот что интересно, что Богу, Бога как будто не волнует эти факты. И вот вы знаете, сейчас я скажу очень важную вещь, потому что я много раз говорил, мне очень понравилось, как один проповедник сказал, какую справедливость христиане ищут, если они верят в несправедливую смерть Христа, потому что Иисус несправедливо умер за нас. Мы должны были умереть. И вы знаете, вот человеческая справедливость, она смотрит на факты, на аргументы. Это человеческая, мирская справедливость, за которой часто стоит Сатана. А Божья справедливость, она вообще не смотрит, она верит и любит. Это хорошо, аминь, два человека сказали, но, друзья мои, как часто мы, вместо того, чтобы верить и любить, что мы делаем? Мы ищем факты. И вы знаете, вот тут вот очень важный момент. Любовь, духовная любовь, отличается от душевной, ядовитой любви тем, что ядовитая, душевная любовь – это любовь либерализма, это либерализм. Я вчера не хотел это делать, я вчера потом еще долго думал, зачем я это делал, все так сразу, думаю, что он сейчас делать будет. Вчера был на проповеди и почувствовал, что должен это прочитать. Я понимаю, как я сказал, читаю для приличных людей, тех, которые не бывают в Фейсбуке. Вот такая же тишина вчера в Белово была, точно такая же. Приличных людей в зале нет, я понял. И тем не менее, если вдруг такие есть. Вы знаете, дурацкая такая притча, сразу предупреждаю, но есть в ней определенный смысл. Есть в ней вот определенный смысл. Папа, заливаясь краской, сказал старший сын. Однажды трое детей пришли к мастеру. Папа, заливаясь краской, сказал ему старший сын. Я долго не знал, как сказать тебе это, но мне мужчины нравятся больше, чем женщины. Конечно, ты хочешь, чтобы твой первенец продолжил твой род, стал наследником твоего учения, но прости, мне это не нужно. Просто хочу прожить свою жизнь сунь. Отец, смущаясь, обратился к мастеру его средний сын. Должен признаться тебе, что я пацифист. Мне противно оружие, мясо и страдания. Ты пытался воспитать меня воином, победителем, защитником, которого бы знали во всей Поднебесной, но мне это не нужно. Давай заберем в дом нашего поросенка, я буду играть с ним, пошью ему одежду и стану вегетарианцем. Папочка, сказала единственная дочь мастера Вана, я молодая, умная, красивая, и мне не хочется нянчиться с детьми, прислуживать мужу, хочу успеть насладиться жизнью, заниматься саморазвитием, построить карьеру. Поеду в город и стану child free, свободным ребенком. Но обещаю, что буду приезжать к тебе каждую неделю. Мастер Ван уже был готов высказаться своим детям и сказать все, что он об этом думает, но внезапно в его голове пронеслось, а стоит ли запрещать им что-нибудь, учить жить и решать за них, пусть делают, как хотят. Главное, чтобы они были счастливы. Я же не дикарь, а толерантный, современный, либеральный человек. Ладно, дети мои, устало произнес он, живите, как хотите. Прошло около 10 лет. Дети жили, как хотели. Старший сын Вана после многочисленных болезней умер от спида. Второй практически жил в свинарнике, философствуя о том, что наш мир – это свалка грязи, мусора, нечистот. Дочь стала богатой и успешной, но ее молодой любовник, скопировав ее подпись, оставил девушку без гроша в кармане. Тогда она вернулась к папе и под мантру «Все сволочи, все подонки» взялась за книги по самосовершенствованию. Мистер Ван с ужасом думал, что я буду делать, когда стану совсем старым. У меня нет ни одного внука или внучки. С такими мыслями он пришел к соседу. Тот сидел в беседке с чашкой ароматного чая. «Как дела?» – сосед спросил Ван. «Все хорошо. Как дети?» «Да вот, старший недавно начал расшифровывать эпитафии на старинных надгробиях. Он так увлекся этим, к тому же это приносит ему хорошие деньги. Еще женился на дочке судьи. Смотрю на них и не могу нарадоваться. Средний пошел служить в императорскую конницу, возглавил длинную сотню. Ну, а красавица дочь родила мне уже пятого внука». «Поразительно!» – с восторгом сказал мастер Ван. «Ну, разве лет десять назад твои дети не желали странных вещей? В молодости же все горячие и глупые». Сосед Джан согласием закивал. «Ну, как же ты тогда научил их жить? В чем твой секрет воспитания?» «Детское служение, бегите слушать секрет воспитания, записывайте». «Да я просто сказал им, что если они не прекратят валять дурака, я прибью их лопатой». После этого учения о свободе личности в Поднебесной учение о свободе личности стало забываться. И вместо него расцвело учение просветляющей лопаты. Ребята, это Восток, улыбнитесь. Мы живем где-то тут. Вот либеральная любовь, делая, что хочу, не имеет ничего общего с Божьей любовью. И, конечно, Божья любовь – это не учение просветляющей лопаты. И где найти середину? И я так понимаю это. И, тем не менее, это менталитет рабства. Потому что менталитет раба – это через лопату просветляющую. Менталитет сына – это через сердце, это через отношения, это через достоинства, это через какие-то другие нити, которые Господь просто удивительным образом может как-то повлечь. Поэтому, друзья мои, я никогда не спасался из-за страха ада. Я спасался из-за желания прийти в объятие Отца. Это разная природа. И мы должны понимать, что рост духовный, он состоит из того, что мы познаем Божью природу, и мы пропитываемся Божьей природой сначала в отношении нас. Почему я вижу хроническую незрелость, как я могу доказать? Это поголовное, что я слышу. Я боялся. Ой, я чувствую. Ой, у меня чувство вины. Друзья мои, обвиняет дьявол. Он клевещет на нас, на братья наш день и ночь. Понимаете? Уникальность заключается вот именно в Евангелии Луки, когда Господь говорит в 31 стихе, 22 главе, Он говорит, Симон, Сатана просил сеять, как пшеницу. Но я молился о тебе. Ты будешь гнать, а я буду молиться за тебя и верить в тебя. Вот в чем сила. И он не сказал, что все хорошо. Петр, молодец, давай, придавай мне, мне это нравится. Я из общества мазохистов. Нет, он говорил, что, но я молился, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Наш Господь тоже был искушаем всем, кроме греха. Именно поэтому может сегодня нам сострадать. И мы будем переживать падение. И мы будем переживать трудности только для того, чтобы обращать других людей. Иначе наше слово не было бы таким сильным. Не было бы соли. Понимаете, люди, которые сегодня в отступничестве, им не поможет человек, который не увидел трудностей. Но тот человек, который говорит, да слушай, я сам там был, хватит. Я смотрю, подростки наши, которые сегодня переживают искушение, которые переживают сегодня почти в состоянии отступничества, вот они больше слушают тех наших взрослых уже людей, которые, будучи подростками, это прожили. Это такая природа, это такая ситуация. И понимаете, вот в этом кайф понимать, что что бы мы ни переживали, Бог никогда не согласится с грехом. Но он не собирается вообще разбираться с грешником. Он хочет разобраться с грехом, пока мы живы. Но если мы умрем, там все уже по-другому. Но пока мы живы, я сегодня говорю живым людям. Тут есть покойники, поднимите руки. Я вас вынесу на кладбище. Но если вы живы сегодня, я хочу вам сказать, Бог не против тебя, даже если твоя проблема с тобой просто очень сильно срослась, Бог хочет с ней разобраться. И в отличие от дьявола, он не является клеветником. И нам не безызвестны умыслы его, написанное в первое послание Коринфянам во второй главе в 10 стихе. Кстати, очень интересно, что это местописание почему-то запараллелено с Евангелием от Луки. То есть получается, что... Почему оно запараллелено? Или потому, что Иисус нам рассказал об умыслах сатаны, что Он хочет, чтобы нас просеяли, чтобы нас разорвали, потому что просеивание, я уже проповедовал много на эту тему. И это касается, во-первых, что дьявол хочет обрушиться на нашу веру, разрушить нашу веру очень сильно, уничтожить нас. И я никогда не считал это место сложным, потому что бабушка просеивала пшеницу, она поднимала зерно на ветер, и тяжелое зерно падало на эту тряпку, которую она раскидывала, а вся шелуха улетала. И у нас много шелухи. И именно Петр, именно апостол Петр, который прошел это просеивание, потом говорит, что наша вера должна быть сильнее и чище золота, хотя огнем и испытываемого. То есть он знал, что говорил. И позднее, в первое послание Петра, в пятой главе, в восьмом стихе, написано, он говорит, «Противостойте». В восьмом стихе написано, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища поглотить». У сатаны есть желание остановить нас, у сатаны есть желание разорвать нас, у сатаны есть желание докопаться, как до Иова и до Петра, и объяснить Богу, какие мы, и так далее, и так далее. Но Писание говорит нам, Римлянам восьмая глава, Римлянам восьмая глава, 33 стих, прекрасные слова. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Слушайте, одна из самых важных теологических истин, которые, если ты с ней не разберешься, и все-таки кто мы? Верующие, но все еще грешники, оправданные грешники или бывшие грешники, которые стали праведниками во Христе Иисусе. Вы знаете, эта новая волна сегодня идет через библейскую школу, что есть ли вещи, с которыми мне надо рано или поздно разобраться. Нужно разобраться все-таки, что мне надо, бояться Бога или не бояться, хотя в Библии написано, начало мудрости, страх Господень, при этом Писание нас толкает на то, что нам надо разобраться со всяким страхом. Ну, в библейской школе я все это осветил хорошо. Нам нужно разобраться со многими вещами в нашей жизни, с законом, с благодатью. И вот один и следующий момент, с которым нам нужно очень сильно разобраться, кто мы, грешники или не грешники, или мы, потому что это каша в голове. И вы знаете, когда наши дети из воскресения в воскресенье молятся, Господи, прости нас грешников, я понимаю, что проблема не в детях, проблема в их мамах и папах, которые ходят десятилетиями в церковь, но имеют сознание грешника. Сознание грешника будет приводить тебя к грехам, а сознание праведника, оно будет постоянно отталкивать этот грех из твоей жизни. Римлянам 8 глава. И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Которые живут по духу, живут не по плоти, но это переходный процесс. Но тут вопрос, я хочу жить по плоти или по духу? Это очень интересный момент. И очень много всяких, тут чего я только не слышал за свою христианскую жизнь, что здесь ошибка, что по духу это приписка, по плоти это приписка, что вообще только нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Нет, друзья мои, нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Это та истина, которую Бог хочет нам сегодня наполнить. освободил во Христе Иисусе. И я сегодня это в самом начале сказал, друзья мои, дьявол ничего не может, мы имеем силу и власть во Христе Иисусе. Как только ты выходишь из Христа Иисуса, как только твоя вера прекращается во Христа Иисуса, неважно, что вчера ты очень сильно верил во Христа Иисуса, дьявол имеет доступ к твоей жизни. Вот почему мы видим, что сатана как будто дорывается до людей, которые отступают, которые как бы выходят, которые теряют веру. И в Писании написано, что многие потерпели кораблекрушение в вере. Это все есть, это все не придумано. Потому что сатана обвинитель, потому что дьявол, знаете, это вот как, это вот как тебя оправдали, да, но есть вот оправдали, суд оправдал, а вот те, которые подали иск на обвинение тебя, вот они с этим не соглашаются. И вот они упрямо ходят и ноют. Он меня обидел. Слушайте, уже суд был, отвалите. Уже уголовное дело закрыто, потому что даже не уголовное дело, уже суд решил, что невиновен. Это как там, суд присяжных заседателей решил, что невиновен. Нет, виновен. И вот это сатана, это такая личность, которая будет постоянно нудить, ходить. Вот поэтому, знаете, по-другому даже это вижу у меня в списании. Ныне вообще осужен клеветник братьев наших, клеветавший день и ночь. Это бесконечный процесс. Как сатана ненавидит тебя? И вот, вы знаете, вот выйти из его контроля, это, наверное, один из важных шагов к зрелости, вообще к свободе, к жизни с Господом, потому что вот это, вот в любом собрании, да не только наше, в любое собрание начинаешь говорить, я хочу молиться за тех, кто ходит с чувством вины, у которого есть вина, у которого есть осуждение, и опять половина выходит. И хочу спросить, вы под какой парадигмой, вы в какой системе? Система этого мира, это система суда, осуждения, вины. Чем система тоталитарней, тем больше у тебя, ты уже родился, и ты уже чувствуешь чувство вины за то, что ты родился вообще на этой земле. Вы вспомните вот нашу советскую школу. Там же идешь к доске, ты уже понимаешь, что ты конченый. Там даже, если ты что-то еще лепечешь, и там какая-то тетя 350-килажа. Че ты лепечешь? Учил? Ага. Че? Нет. Знаешь? Знал, но забыл, пока дошел. Он ржет, мальчик. Странно, я рассказываю про советскую школу, он учится в российской школе, но он смеется. Почему он смеется? Он же не был в советской школе. Откуда ты знаешь, мальчик? Ты же сегодня в тоталерантной школе, ты сегодня в новой школе, школе реформ. Это странные вещи, потому что это здесь, это реформировать можно все, что угодно, но сложнее всего реформировать мозги и сердце. Системы поменять, президентов покидать. Я смотрю сегодня, Господи, ой, не хочу я про политику. Но в странах скидывают президента, президента поменять можно, мозги не поменяешь, люди не меняются. Ну люди не меняются, ну не происходит это, потому что самая лучшая революция, это революция сердца и души. Это революция мозгов. Вышли из Египта, скинули фараона, аллилуйя, и взяли тельца, и стали поклоняться, и стали пить, и стали блудить, и стали роптать, и погибли. А вы не задумывались, что, сейчас вам перлу гениальную записывайте, продаю бесплатно. В пустыне евреев из-за ропота, согласно первому посланию к Коринфянам, 10 главе, из собственных внутренних грехов погибло больше, чем от рук фараона. А кто там вошел-то вообще в землю обетованную? Иисус Новинный, кучка молодых. Вон, они уже готовы, сидят уже, хотят войти, а Моисей не вошел. Я очень часто молюсь, говорю, Господь, я ищу Иисус Новинный. Кто тебе сказал, что я Моисей? Я не Моисей. Моисей и все уже. Понимаете, да? То есть, по сути, оказывается, фараон внешне не так страшен, как фараон внутренний. И Бог при этом всегда за нас. Кто будет обвинять избранных Божиих? Если Бог за тебя, то кто против тебя? И еще второе послание к Коринфянам, третья глава. Второе, Коринфянам, третья глава. Шестой стих здесь написано, что он дал нам способность быть служителями Нового Завета. И написано, что в восьмом стихе, нет, скажем так, седьмой стих, если же служение смертоносным буквам, начертанным на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа, ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилие славы служение оправдания. Вот, понимаете, Ветхий Завет, неисполнение заповедей, это служение осуждения. И сегодня христианская теология, она настолько разбавлена служением осуждения, вместо того, чтобы делать акцент на служение оправдания, потому что, ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, не был по суду казнен, не был по суду обвинен, не был по суду непомилован, но помилован. И тут очень-очень важный момент, первый момент, первый момент, это вывод, первый вывод. Нам нужно разобраться с всяким чувством осуждения своей жизни. Мы должны понимать, что за всякой виной, за всяким осуждением, за всяким чувством вины, За всяким чувством стыда, как пастор когда-то Андрей проповедовал, за всяким чувством позора стоит только сатана. Никогда в этих вещах Бог не имеет ничего общего. Бог не просил нас сеять, Бог не видел косяков Иова. Во всех этих вещах есть только одна личность, это сатана. Мы должны просто разобраться с этим, потому что мы не сможем жить той насыщенной, то, с чего я начал, наполненной жизнью, ощущением счастья, поэтому смотришь теоретически оправданный, а практически смотришь на лица, вроде верят в воскресшего Христа, а такое чувство, что похоронили и Христа, и маму родную, и всех похоронили. И вы знаете, второй момент очень важен, второй момент, чью природу мы имеем в нашем взгляде на людей. природу обвинителя, как мы смотрим на людей, как сатана, который говорит, конечно, праведника тут нашел Бог, а ты вот так сделай, да? Почему христиане радуются больше падением, чем заслугам? Ну, это такие темы, о которых все думают, но никто не говорит. А те, кто говорят, получают за это. Знаю просто, что говорю, получал. Но это так, это так, мы должны понять. И сегодня вопрос, вопрос, на чьей ты стороне? Какого ты духа и чьей ты природы? Обвиняешь ты или веришь? Как этот отец, который ждал блудного сына. И вот этот дух старшего сына, это дух обвинения. Что ты делаешь, отец? Таять тебе тут горбачу. Сегодня часто церковь ведет себя, как этот старший сын. Но Господь хочет, чтобы мы имели его природу, чтобы мы пели вместе с ним эту чудесную песню, которую никто никогда не был равнодушен. Это песня из известного мюзикла «Разорванная завесой». И каждый из нас ее переживал. Я помню, мы много раз ее включали. «Сын мой, как долго я ждал. Зимой и ночи я весны считал». Или «Зимой и весны я ночи считал». И это природа отца. Чьей ты природы? Понимаете, чьей природа сегодня церковь? И какая должна быть атмосфера в церкви? Потому что всякое законничество, всякое обвинение. Да, чей это дух? Откуда это исходит? Потому что на самом деле я никогда не придерживался природы либерализма. Я очень прекрасно понимаю, что может иногда, но лопатой бить не надо, но показать может иногда надо. Я не бью лопатой, но ношу ее с собой иногда. Боюсь привидений, поэтому хожу с лопатой. Иногда просто у нас, это наш язык. Вот у корейцев свой язык. У китайцев свой. А у нас лопату показал. У нас же так, все нормально, да? Ребенок бегает, как это называется? Невербальное общение. Бог не хочет лопат. Бог хочет благодати. Давайте встанем, прославление. Кемеровская христианская церковь Христа Воскресшего осуществляет миссионерское служение в разных городах и странах, таких как Индия, Кения, Конка, Камбоджа, Таджикистан, Монголия, Тыва, Южная Корея. Вы можете поддержать миссионерское служение в этих странах и стать участником мировой жатвы. Осуществить пожертвования очень легко. На сайте церкви вы можете пожертвовать при помощи банковской карты или через банковский счет. Реквизиты счета указаны на сайте в разделе пожертвования. Мы благодарим вас за вашу поддержку и участие в миссионерской работе. Пусть Бог благословит вас!